Евгений Викторович, сформулируйте, пожалуйста, основные проблемные вопросы, связанные с деятельностью государственных и муниципальных органов власти, касательно поддержки участников боевых действий. В это время, когда идет специальная военная операция, все внимание приковано именно к ней, именно к участникам специальной военной операции. Но отсутствие в органах власти именно направления, связанного государственного, с ветеранами боевых действий, это ставит, так сказать, определенные трудности по работе с ветеранскими организациями и с ветеранами боевых действий, потому что они, получается, разделены сейчас. Есть ветераны СВО, но ушли на задний план ветераны Афганистана, ветераны Северного Кавказа, где тоже многолетние были войны. И хотелось бы, чтобы в государстве, в государственных органах было что-то, как планировалось многие годы, что-то, например, Министерству по делам именно ветеранов, которые целенаправленно занимались бы работой с ветеранами, с ветеранскими организациями, которые имеют многолетний опыт. Каким образом в Алтайском крае решают проблемы, возникающие у участников боевых действий? Пока никак. Вообще. Ну вот, например, приняли закон Алтайского края, там, депутаты, льгота освобождения от налога на автомобиль. Автомобиль достал лошадей. У нас Лада 106 лошадей. Ну почему, например, Ивана или, там, Петра, с дальнего района, у которого нет автомобиля, достал лошадей, но у него есть единственное средство транспортное, на чем он кормит семью, зарабатывает трактор. Почему не освободить его от налога, вот именно его трактор или машину, газик какой-то. Поверьте, у ветеранов боевые действия немногие, так сказать, кто имеет, так сказать, 96 процентов, они не богатые люди. Как начал свою работу фонд «Защитники Отечества»? Они только начали работать, и еще раз скажу, что их функционал сейчас консультативный характер деятельности. Это как вот у нас единое окно, куда приходит человек, а это просто сделали пока единое окно для решения вопросов ветеранов боевых действий. И ветеранов СВО, не ветеранов боевых действий, СВО, потому что, еще раз скажу, придет ветеран боевых действий Афганистана, там, Северного Кавказа, но ему там ничего не расскажут, его просто культурно так скажут, ну, вы не ветеран СВО. Евгений Викторович, обозначьте, пожалуйста, основные направления увековечивания памяти участников боевых действий. Ну, приоритетные направления вот в нашей организации, мы, во-первых, занимаемся восстановлением именно надгробий, могил ребят, например, ветераны Афганистана, у которых уже родители умерли, да, и могилы стали бесхозные. Вот совместно мы с администрацией края, мы участвуем в грантовых мероприятиях связанные, губернаторские гранты выделяются именно на восстановление могил. Мы на школах размещаем доски выпускников школ погибших. Ну, и то сейчас к этому делу, я считаю, надо относиться более продуманно, потому что с учетом погибших ребят, да, мы не можем из школы делать там, так сказать, это сплошная доска погибших будут, да, или там афганцы, которые учились, да, допустим, погибли, там, в Чечне и сейчас на СВО, ну, как бы, вот это задача наша. И, естественно, доносить до молодых людей именно всю информацию. Конечно, еще вот уиквечения, это вот создание электронной книги памяти, уже с учетом там ветеранов Афганистана, Чечни мы, так сказать, у нас эти книги есть памяти, а сейчас с учетом вот этих, вот этих событий мы должны, ну, создать, мы ведем работу по созданию этой книги памяти. Наш регион один из первых пошел на такую острую дискуссию касательно ветеранов боевых действий. Подскажите, пожалуйста, как вообще осмелились на такой шаг? Ну, во-первых, наш регион был вообще первым в Советском Союзе, где была создана ветеранская организация. Российский Союз ветеранов Афганистана, первая организация в Советском Союзе, тогда это Клуб воинов-интернационалистов, был создан в Биске ветеранами Афганистана. Именно в Барнауле прошла первая конференция учредительная Российского Союза ветеранов Афганистана. Вот. Мы, так сказать, всегда были в ветеранском движении и номер один в Советском Союзе. И Афганистан, и именно Кавказские события. И сейчас наши организации, ну, ведущие вообще в России. Вы знаете, как говорят в разведке, когда окружен, можно наступать в любом направлении. Нам нужна правда. Нам нужна достойное отношение к ветеранам боевых действий. Продолжение следует...